То ли музей, то ли балаган. Здесь выменивают редкие значки на пластинке. По несколько часов торгуются за серебряные ложки и от спора испытывают даже больше удовольствия, чем от самой покупки. Это симферопольская барахолка. Плошная одежда и обувь, потрепанные книги, детские игрушки и даже надколотая посуда. Большая часть товаров вызывает удивление. Как такое можно предлагать за деньги? И неужели кто-то это купит? Купец есть на любой товар. Даже в будние дни между стеллажей с диковинками прогуливаются горожане. Одни равнодушно проходят мимо, другие с азартом рассматривают раритет. Есть и постоянные покупатели. Подбираю себе то часы, то ножи, то еще что-нибудь, то значки, еще что-нибудь. Интересно для меня, для моего времени. Игорь Бондаренко на этом рынке бывает каждый месяц. Строитель по профессии уже три года коллекционирует необычные вещи. За это время и собственное жилище успел превратить в настоящий музей. Какая у вас коллекция? Ну коллекция симмарок, 13 альбомов, то есть таких больших достаточно. По значкам там не так много, значков 200. Открытки не так много, но они достаточно интересные. Есть там культовая тематика, то есть церкви, монастыри, мечети, синагоги. В ассортименте картины, шахматы, хрустальная и металлическая посуда, техника, одежда, украшения и даже антикварная мебель. Удивительно, но среди мусора можно отыскать настоящие сокровища. Возле советской пельменницы из самовара настоящий корабельный колокол, вылитый в 1940 году. Десять лет назад рыбаки выловили его в устье реки Днестр и привезли в Симферополь. А уже здесь местные умельцы отреставрировали его, и теперь он ждет хозяев на блошином рынке. Кстати, хрупкой девушке его не поднять, весит он больше 30 килограммов. Продавцы колоритного товара – либо пенсионеры, зарабатывающие на жизнь, либо заядлые коллекционеры, торгующие не ради денег, а азарта. Среди них и Александр Рыбаков. В 15 лет он собирал значки и марки, теперь ему 27, а любимое хобби стало работой. Старая интересная икона Казанской Божьей Матери. Опять же, на любой вкус коллекционеров, и цены довольно-таки приемлемые. Вот старый телефон, правда не сталинский, конечно, но из этой оперы. А какого года телефон? Где-то 30-40-х годов. Стоимость можно узнать? Ну, я прошу тысячу рублей. Цены на товары разные. Антикварная мебель от 10 тысяч и выше. Книги можно приобрести рублей за 30. Детские игрушки от 50, а старые советские монеты и вовсе по 25. Порой даже туристы не устоят, да и купят хоть что-нибудь. Новая Зеландия, оттуда, японцы, китайцы вообще валом в этом году было. И что ищут? Ну, китайцы свое ищут или дедушку Ленина. Это у них, вот эта у них фишка. Рядом с бюстом вождя Наполеон Николай II соседствуют с героями ушедшей эпохи – подсвечники, вазы и чугунные сковородки. Юрий Данилов, пенсионер, уже 15 лет на жизнь зарабатывает в продаже раритетных вещиц. Редкую коллекцию собирал полвека. Какие-то сапоги, те еще, которые наши дедушки, бабушки ходили. Видите, да, яловые сапоги. Это не просто там что-то сапоги. Вот японская кассета, за нее когда-то можно было машину купить, грубо говоря. Раньше. Старый советский автомобиль. А этот просто из-за границы привезенный. И это, ну, такое, что большая редкость у нас. Этот рынок мягко коллекционеров и любителей. Здесь можно не только купить, но и обменять одну редкую вещь на другую. Иное дело, что стихийная торговля – бизнес незаконный и чреват административным наказанием. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.